Ну а вот хочу вам показать, собственно говоря, мой дедушка, который привил мне любовь к футболу, с которым мы начинали вместе болеть и любить футбол. Здесь мне 10 лет, это как раз 2003 год. На этой фотографии Кирилл Булатов и его дедушка Владимир Петрович в 2003 году. А это Казанский медуниверситет, доска почета, совсем свежие снимки. Дедушка и внук снова рядом, Владимир Петрович как профессор, доктор медицинских наук, а Кирилл как активный студент. Но объединяют их не только родственные связи и медицина, но и то, что оба являются преданными болельщиками Рубина. Тогда еще не было Рубина. Я начал болеть, начал болеть за команду «Искра». Это была великолепнейшая команда. Это были бойцы в полном смысле этого слова. В самый такой красивый матч, это был товарищеский матч, это приехал к нам шахтер украинский. И наши выиграли 3-0. Это был праздник, ну, на уровне, как наши выиграли в Барселону. Начал я болеть как раз-таки с первого похода на матч. Как сейчас помню эти эмоции, вспоминаю. Я не знаю, у меня были тогда такие чувства, как будто меня в Аргентину, наверное, пригласили. Потому что, ну, я даже не представлял, как это идти на стадион, там столько людей. И последний шанс, по-моему, Рубина. И гол! Ошибается на выходе Мандрыкин. Неужели? Неужели бронзовый гол мы увидели? Ничаев, выйдя на замену, забивает этот мяч? Ну, даже если бы они заняли четвертое место, это тоже успех. Потому что, в общем-то, до этого никогда в жизни в Казани не было, ну, такого футбола, который мог бы замахиваться на чемпионство. Никогда не было. А здесь уже пошло, так сказать, первое, что называется, звоночке, что казанский Рубин тоже не лакушит. До Миндеса мяча. Удар. Гол! Первый раз Рубин участвует в Лиге чемпионов. Я помню первый матч, он был в гостях, это матч Динамо-Киев. К сожалению, я тогда лежал в больнице. И, ну, матч я пропустил никак не мог. Я дошел до заведующего, сказал, извините, ну, матч я пропустить не могу. Я сбегу с больницы, но я посмотрю его. Но в итоге мне разрешили смотреть, там, в коридоре стоял телевизор. Это было после отбоя, это в 22.45 начало было. Матч начался очень здорово. Был со штрафного, а Лига Доминги забил. Но в итоге команда, ну, из-за того, что не менее опыта, наверное, в Лиге чемпионов, все-таки подсела, не хватило именно этой уверенности. Проиграли 3-1. Но в итоге сезон оказался очень удачным. Первое выступление в Лиге чемпионов было просто замечательно. А первый матч в Казани, который был в Лиге чемпионов, это был с Интером. Ну, стадион совершенно по-другому выглядел. Совершенно другое освещение, совершенно другие новые оборудования, людей, полный стадион. Все пришли, ну, прям с эмоциями, потому что это Лига чемпионов. Я помню, какие были очереди при покупке билетов. Это от наших каст-центрального стадиона до пирамиды стояла линия. Алихандр Домингес, помню, забил. Тогда, конечно, эмоции вообще переполняли. Когда он забил этот гол, у меня чувство, что стадион обрушится, наверное, все вот до единого. Даже бабушки, дедушки, все прыгали, кричали. Прямо счастье было. Как у большинства футбольных болельщиков, у Кирилла есть своя коллекция реликвий, связанных с любимым клубом. Это футболка, наверное, очень легендарного игрока для нас. Это Биброс Натхе. Форма Лиги Европы. Не помню точно, в каком матче, но он сам играл вот именно в этой футболке. То есть мне она досталась от него. Геогдениз Карадениз – кумир Кирилла. И в знак уважения к легенде Рубина он хранит у себя футболку и шарф клуба Трабзон Спор. Это родная команда Геогдениза. Это 61-й регион в Турции. Вот у меня есть шарф. Ну, здесь написан лозунг клуба Трабзон. «Bizahere yer Trabzon». Он означает «нам везде Трабзон». Потому что это все болельщики у них включат. Ну, собственно, вся Турция знает об этом лозунге. Болельщики Рубина. Разные, интересные. Объединенные любовью к одной команде. Сегодня из многочисленной армии поклонников Рубина мы познакомились с двумя преданными болельщиками – Кириллом и Владимиром Булатовыми. Не кривя душой, можно сказать так, что это часть меня уже. Я не представляю, как я могу болеть за другие команды. Многие мои знакомые прям всей душой болеют за какие-то топ-евральщики. За Реал Мадрид сейчас многие болеют. Кто болеет за Мачестерин? Я не представляю, для меня Рубин, и все, другой командой и быть не может. Я всю жизнь прожил в Казани. Я патриот своего города. И для меня любая победа, будь то футбол, будь то хоккей с мячом, с шайбой, будь то волейбол мужчины, женщины, будь то баскетбол, для меня это, конечно же, радость, конечно же, гордость, и, конечно же, я за всех за них болею. Несомненно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова